Почему болит спина? Причины. Увидеть проблемы с позвоночником можно на рентгеновском снимке. Он сможет показать протрузии, небольшие выпячивания межпозвоночных дисков и грыжи, можно сказать, что это усугубленные протрузии. Или более сильное выпячивание. Но более качественным методом исследования считается МРТ. Такой метод исследования позволяет полностью исключить, что боль в спине вызвана грозной злокачественной опухолью. Известно, что больной орган очень часто вызывает боль в спине и там, откуда к нему выходит нерв. Не пугайтесь, такая боль не обязательно угрожает жизни. Бывает, что болит сердце, но кардиологи говорят, что человек здоров. И в этой ситуации может быть виновата боль в спине из-за грыжи или мышечного зажима. Еще обследование с помощью МРТ или рентгена, если есть грыжа, позволяет увидеть, где именно она находится. Это тоже очень важно. Дальше мы расскажем почему. Что делать, если спина болит из-за протрузии или грыжи? Некоторые люди говорят, что нельзя обращаться к мануальной терапии, потому что могут быть грыжи и протрузии, и мануальный терапевт сделает только хуже. Нельзя обращаться в этих случаях только к домашним магам, которые работают без дипломов. Они вряд ли вообще будут интересоваться состоянием вашего позвоночника. К дипломированному мануальному терапевту с такими проблемами обращаться можно, и он поможет их решить. Что касается домашних мануальных терапевтов, то к ним лучше не обращаться и вполне здоровым людям, чтобы они что-то вправляли, а не просто делали массаж. Мануальный терапевт, невролог или ортопед по снимкам сможет оценить положение грыжи. Опираясь на это положение он расскажет вам, какие движения будут вам полезны, а какие противопоказаны. Методы лечения межпозвоночной грыжи В результате может, к примеру, висеть стопа, если проблема в пояснице, или наблюдаться нарушение двигательной функции каких-то мышц. Хирургический метод применяют и тогда, когда терапевтические методы долгое время не дают результатов. Человеку становится просто плохо от таблеток или уколов, которые ему назначают. Операция назначается при секвестрированной грыже, когда вместе с грыжей выходит и кусочек позвоночного диска. Такая грыжа всегда вызывает очень сильную боль и делает невозможной нормальную жизнедеятельность. Хирургическое лечение грыжи сейчас лапароскопическое. То есть, нет никаких больших надрезов. Выпирающая грыжа удаляется, место прижигается коагулятором и нерв освобождается от давления сразу. Недостаток метода Иногда возникают рецидивы грыжи в том же месте. Еще грыжи лечат холодноплазменной нуклеопластикой. В межпозвоночный диск вводится игла с электродом на конце. Она нагревается до 40-50 градусов и окружающая ее ткань начинает испаряться. Получается вакуум, который просто втягивает грыжу. Эта операция проводится под местным наркозом и одновременно врач может втянуть сразу несколько грыж. Еще есть метод радиочастотной деривации, когда через прокол удаляется не грыжа, а нервное окончание, которое она раздражает. Широко распространены уколы с противовоспалительными препаратами непосредственно в область грыжи. Они делаются под контролем рентгена. И действуют быстрее и точнее, чем на вакайновая блокада. Мануальная терапия при межпозвоночной грыжи Если болит спина, мануальная терапия при межпозвоночной грыжи не опасна. Что будет делать мануальный терапевт? Он мягкими массажирующими действиями обойдет область вокруг грыжи. В итоге спазмы спадут, отечность уменьшится, питание тканей улучшится и наступит облегчение. Еще мануальный терапевт может проработать другие суставы и отделы позвоночника. К примеру, грудной отдел считается компенсаторным для шейного и поясничного отделов. Если его состояние станет лучше, то и другим частям спины будет легче работать. А область крестца – это то, от чего зависит вся наша осанка. Подобных тонкостей много, и квалифицированный мануальный терапевт может их учитывать. Но мануальная терапия при некоторых положениях грыжа будет недостаточно эффективна без других методов. А именно тогда, когда грыжа слишком пережимает нервный ствол, выходящий из позвоночника. В этом случае от нее не будет ни вреда, ни особой пользы. По утверждению доктора Андрея Ореса, мануальная терапия эффективна в 95% случаев боли и в спине. Некоторые техники мануальной терапии – если болит спина. Прием мануального терапевта начинается с осмотра, оценивается подвижность позвоночника и полнота движений. Находятся места, где подвижность ограничена и зажаты мышцы. Уплотнения в мышцах называются тригерными точками. Они могут быть в форме шара или веретена. Такие уплотнения обычно находятся в местах крепления мышц позвоночнику. К примеру, в месте крепления мышцы, поднимающей лопатку. Миофасциальный релизинг – если болит спина. Под этим сложным названием скрывается достаточно простая техника мануальной терапии. Она заключается в трех принципах – растягивание, сжатие и скручивание. Мануальный терапевт находит болезненную триггерную точку и воздействует на нее, к примеру, делая растягивающие движения большим пальцем. Цель – разработать зажатые мышцы, которые не могут расслабиться сами. Считается, что если уплотнение стало меньше на 40 или 50%, то это уже даст существенное облегчение состояния. Кажется, что техника миофасциального массажа простая, но расслабить триггерные точки бывает сложно, если болит спина в подлопаточной. Мышцы до триггерных точек невозможно достать. И тогда мануальный терапевт делает движение всей лопаткой. Тогда зажатые мышцы массажирует сама кость. Есть очень глубокие триггерные точки. Например, в массивной по объему ягодичной мышце. Тогда на них нужно давить локтем, а не пальцем. Если болит спина, то чаще всего используются два приема миофасциального массажа. Это растягивание мышц и это компрессия. Иногда врачей находят при обследовании человека грыжу межпозвоночных дисков и считают, что боль в спине вызывает именно она. Но мануальный терапевт, расслабив триггерные точки, избавляет человека от боли. Поэтому перед оперативным лечением всегда советуют массаж и мануальную терапию. Если она эффективна, то более серьезное лечение не нужно. Приспособления для самомассажа Есть много интересных и эффективных приспособлений, чтобы прорабатывать триггерные точки самому. Вы можете использовать массажные ролики для спины и массажные ролики поменьше для мышц ног. Цена на них относительно доступная. Мячи для волейбола тоже подходят потому, что они достаточно плотные. Теннисные мячики не такие жесткие, но тоже пригодятся, если болит спина. Есть специальные сдвоенные мячики и роликовые массажеры с тупыми зубчиками для массирования триггерных точек. Для тех, у кого болит спина, очень полезен миофасциальный массаж. Но такая же техника и те же приспособления помогут снять боль в икрах или в мышцах рук. Пользоваться массажным валиком, чтобы расслабить мышцы ног не так уж просто. Получается, что одни мышцы мы расслабляем, а другие наоборот тренируем. Крайняя сакральная терапия, если болит спина. Крайняя сакральная терапия – это волшебство, которому прислушивается наука. Теория говорит, что у человека есть две особенные зоны, одна из них – череп, а вторая – трестец, и между ними происходит особенная циркуляция ликвора или спинномозговой жидкости. Если эта циркуляция нарушена, то может возникать боль в спине, головная боль и разные другие неприятные состояния. К примеру, повышенное внутри черепное давление или ВСД, лечение которых проблематично для традиционной медицины. Руки кладутся на череп пациента строго определенным образом. В крайней сакральной терапии нет огромного количества способов, которыми можно захватывать голову. Положение рук всего несколько, некоторые из них на следующей картинке. Одна из самых простых, но эффективных техник, которую может применять мануальный терапевт – это вытягивание позвоночника. Руки кладутся на голову пациента, так как на картинке посредине. И очень мягкость, совсем небольшими усилиями голова тянется вверх. Иногда эта техника единственно возможная для людей с выраженной болью после серьезной травмы позвоночника. Она эффективна и если болит спина в области шеи. В положении рук, которое изображено на первой картинке, можно выполнять легкое надавливание большими пальцами или сжимать голову пальцами. Одной руки и наоборот слегка растягивать ее другой. Видео о крайней сакральной терапии. На нашем сайте есть много других познавательных статьй о здоровье позвоночника.